Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Глава администрации раскритиковал работу руководителя промышленного района Самары. Особое недовольство у Олега Фурсова вызвало содержание территорий околосоциальных объектов. Подробности в нашем следующем сюжете. Проверка промышленного района началась с центра «Семья». Ежедневно в социальных учреждениях на занятия приходит более 200 детей. Поэтому территорию должны убирать тщательно и вовремя. В центре занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Получают профессиональные навыки, делают календари, журналы, сертификаты. Работу педагогов и психологов центра глава администрации оценил. А вот работу управляющей компании раскритиковал. Мы посетили центр «Семья», где занимается порядка 425 детей с ограниченными возможностями. Я шел там, понимаете, мелким шагом. Лед, который посыпали или сегодня утром, или вчера вечером. Он даже не успел там песок этот проесть, значит, этот ледовый покрытый. Ну что, нельзя было в оттепель этот лед сковырнуть, что ли? Три оттепель было в этом году уже. Со скрипками пустили бы рабочих, да, чистили. С последнего снегопада прошло немало времени. Глава района отчитался. Сейчас очищены 93% территории и 87% скатных крыш. Неудовлетворительно и назвал мэр работу чиновников и управляющих компаний района в первую неделю нового года. Снег с улиц вовремя не вывозили, крыши не очищали. Я повторяю, все управляющие компании – это кризисные компании, которые обязаны работать в период ненастия. И для вас праздников не существует. Нравится вам это или не нравится. Весь народ может отдыхать, а ваша задача – работать. В своем докладе глава промышленного района Алексей Керсов несвоевременную уборку территории района объяснил тем, что не хватает снегоуборочной техники. Что вы нам здесь констатируете факты, что не хватает техники? Вы должны управлять этими вопросами. Значит, не справляется компания. Надо создавать такие условия, чтобы компания здесь не работала, чтобы жильцы перезаключали договор. Глава администрации поручил увеличить штат дворников, а также заранее формировать списки сотрудников, которые будут выходить на уборку улиц и крыш во время сильных снегопадов. Олег Фурсов еще раз напомнил руководителям управляющих компаний о соблюдении техники безопасности при очистке кровель. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События. Между тем, город постепенно все же освобождается от снега. К сегодняшнему дню около 80% придомовых территорий в Самаре расчищено. Порядка 4,5 тысяч скатных крыш освободили от сосулек. Это данные городского департамента ЖКХ. Работа по уборке снега во дворах из крыш продолжается. Как управляющие компании справляются с этой задачей и соблюдают ли технику безопасности, выяснил наш корреспондент. Высотная работа не из простых. В мороз минус 20 кровельщики ловко перемещаются по скатной крыше. Действовать нужно очень аккуратно. Во-первых, кровля у двухэтажек в Академическом переулке из шифера. Работают бережно, чтобы не повредить покрытие. Во-вторых, самим бы не свалиться с наклонной плоскости. Управляющие компании ЖКС утверждают, к технике безопасности внимание особое. Все рабочие обязательно у нас привязаны страховочными канатами. Обязательно наличие касок. Все это ограждается территорией лентами сигнальными, чтобы во время производства работы не было случайного попадания на людей, на прохожих. Внизу работу кровельщиков контролирует еще один сотрудник. Он же подсказывает обходные пути невнимательным прохожим. Когда снег и лед с кровель убран, вокруг дома с лопатами проходят дворники. Однако далеко не во всех самарских дворах очистка крыш выглядит так. В историческом центре города люди жалуются. Управляющие компании до сих пор не все сосульки сбили. Особенно отличилась альтернатива. Мы живем в Садово-94, там в глубине домик стоит. И там такая узенькая тропинка. То есть нам ходить негде. Висят с соседнего дома такие сосульки. Дворы – это вообще ужас. Тяжело въехать, тяжело выехать. Сосульки. Я живу там в том дворе. В нашем, да, чистили. Но другие дома, я смотрю, хожу, они висят. Вообще не чистят. Это тракторишка проедет, по сторонам раскидает снежок. И все опять на тротуаре. Альтернатива. Ничего абсолютно не делается. Там, наверное, одни жулики. Недобросовестная работа сосульки и снег управляющим компаниям влетят в копеечку. Нарушения фиксируют административные комиссии районов. Только в железнодорожном с начала года выявлено 370 нарушений в части уборки снега. По каждому составляют протокол. За несовременную очистку кровель от снега на льдей сосулек, а также несовременную очистку прилегающих территорий, внутриквартальных проездов, грозит штраф на физических лиц до 4000 рублей. Ну, как правило, это должностные лица до 8000 рублей, а на юридические лица от 5 до 20 тысяч рублей. А вот за снег на козырьках балконов и кондиционерах отвечают жители, которые и должны вовремя их чистить. Если сами не справляются, собственники квартир могут обратиться за помощью в управляющую компанию. Если же Самарзе заметит, что коммунальщики не соблюдают требования безопасности при очистке кровель, следует звонить по телефонам горячей линии. Сюда же можно обратиться, если участок долгое время остается огороженным, а работы не ведутся. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Неочищенные крыши, дороги и прочие коммунальные недоработки – все это горожане активно фиксируют и выкладывают в интернет. В России набирает обороты масштабная социальная акция «Опасный лед». Своеобразный народный контроль за работу управляющих компанией по очистке кровель. Активисты общественного движения «Народный фронт» за Россию предлагают фотографировать опасные участки крыш и выкладывать снимки в социальной сети ВКонтакте, Инстаграм, Твиттер с пометкой хэштегом «Опасный лед». В комментариях под фото нужно указать адрес, город, улицу, где расположена опасная крыша. МП «Благоустройство» в своем блоге продолжает отчитываться о проделанной работе. В четверг на уборке улиц города задействовано 120 единиц спецтехники и почти 300 человек. Работы ведутся во всех районах Самары. В части тротуара посадочные площадки вывозят снег с пешеходных переходов и перекрестков. По ряду улиц расширяют проезжую часть. Кроме того, тротуары обрабатывают противогололедным реагентом, устраняют колейность на второстепенных дорогах. В четверг, 22 января, около 7 утра, произошел прорыв трубы на улице Аменева. Специалисты обнаружили повреждения на трубопроводе диаметром 500 мм. Сейчас ведутся работы по локализации места порыва. Коммунальную аварию ликвидирует бригада из 8 человек. Задействована вся необходимая спецтехника. Всем абонентам, а это порядка 54 зданий, 43 жилых дома, 2 детских сада, 1 школа и еще 8 учреждений, сохранено теплоснабжение и горячая вода. Для того, чтобы температура и параметры внутри помещений никак не снизились, мы включили резервную схему, организовали теплоснабжение на проток. Планируем данные работы закончить и устранить данные повреждения до 20-0 местного времени. Более 20 миллиардов рублей перечислила в губернскую казну Самарская таможня. 14 уголовных дел по факту контрабанды наркотических и психотропных средств, оружие, уклонение от уплаты таможенных платежей. Ведомство подвело итоги работы за год. Глава Приволжского управления Сергей Рыбкин отметил, Самарская таможня остается лучшей в федеральном округе наряду с Нижним Новгородом и Татарстаном. Несмотря на введение в отношении России экономических санкций и ответных ограничительных мер, объем внешнеэкономической торговли в минувшем году не только не снижен, но даже увеличился. Бизнес находит выход из ситуации. Заключаются новые контракты с представителями стран, которых нет в санкционных списках. Появляются новые направления. Например, Иран теперь поставляет в Россию сельхозпродукцию и морепродукты. Развивается сотрудничество с Сербией и Македонией. У нас ввоз товаров идет увеличение на 3% по сравнению с 2013 годом. Это в основном зависит или зависело от ввоза оборудования в основном промышленным предприятиям, в том числе в особой экономической зонах. Полицейские на постах тоже не дремлют. На посту «Зеленовка» в Ставропольском районе у пассажира задержанного автомобиля инспектора обнаружили более 12 граммов синтетических наркотиков. Зелье он вез в пачки из-под сигарет. Молодой человек, уроженец Ульяновской области, судимости не имеет. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Всего же в прошлом году губернские полицейские раскрыли почти 30 тысяч преступлений, среди которых тяжкие и особо тяжкие. При этом количество преступлений по сравнению с предыдущим годом сократилось в разы. Об этом рассказали на расширенном заседании коллегии областного управления МВД. В целом органами внутренних дел области удалось выполнить поставленные задачи. Хочу также поблагодарить весь личный состав органов внутренних дел за службу, за добросовестное выполнение обязанностей по защите граждан, общества и государства от преступных посягательств. В 2014 году 84 сотрудника награждены государственными наградами, в 2013 году 68 сотрудников и 232 сотрудника награждены ведомственными наградами. Награждали за отличную службу и сегодня. Медали и почетные грамоты получили около 10 полицейских, среди них руководители отделов, а также бойцы СОБРа и ОМОН. Слова благодарности и награды не обошли и представителей средств массовой информации, которые на протяжении всего года освещали нелегкую работу полицейских. По итогам конкурса, который проводился областным управлением МВД, программа «Сыскное дело» телеканала «Самара ГИС» в номинации «Электронные СМИ» заняла второе место. Полукриминальная история случилась накануне вечером в маршрутном такси номер 46 на автостанции «Аврора». Видео прислал наш телезритель. Два водителя не смогли поделить пассажиров и очередность отправки в рейс. Между ними началась без преувеличения драка. Причем в присутствии пассажиров, среди которых были и дети. На видео уже итог разбирательства. Когда маршрутка неуправляемо начала двигаться по дороге, а это оживленный перекресток «Авроры» и аэродромный, пассажиры, оплатившие проезд, вынуждены были выйти. А водители долго еще ругались на понятном только им национальном языке. Снятые вами видео или ссылки, а также фото факта из жизни города направляйте к нам в редакцию по электронной почте infosobakasamargis.ru Становитесь мобильными репортерами информационной программы «События». 70 поездов к 70-летию Победы – необычная акция, которую готовы поддержать все машинисты страны. Заработок от одного рейса будет перечислен ветераном войны и пенсионером-железнодорожником. Накануне первый благотворительный поезд прибыл из Пензы на станцию «Сызрань-1». Красочный поезд на вокзале «Сызрань» встречается с флагами и воздушными шарами под песней «Военных лет». Инициатором благотворительной акции стал машинист-электровоза Сергей Гоштенар. Он предложил перечислить в благотворительный фонд заработок от одного рейса и первым провел поезд по необычному маршруту. Надо ветеранов поддержать, все-таки приятно. Их осталось у нас и так очень мало. Надо поддержать, у них все на лекарствах, все уже лежали. У нас ДПУ 11 человек, и все они лежачие, и все ветераны войны. Когда началась Великая Отечественная война, Виктору Васильевичу Денисову было 5 лет. Детские впечатления живы в памяти до сих пор. Спустя годы Виктор Васильевич стал начальником станции «Сызрань-1». Он не понаслышке знает, насколько важна была эта станция в годы войны. Тут был военно-продовольственный пункт, здесь формировали эшелоны, в том числе и из тех госпиталей, которые здесь восстанавливались. Здесь же работала предусловая, которая отгружала топливо. К масштабной акции присоединятся машинисты из других регионов. Этот поезд дали эстафету до Самары бригады Куйбышской железной дороги, а далее примет уже до Орска поезд назначения на станцию Орск локомотивная бригада Южноуральской железной дороги. И, в общем-то, эта инициатива сегодня поддержана. Локомотив под эгидой акции «70 поездок» к 70-летию победы будет колесить по российским железным дорогам до конца апреля. Лариса Шлафаст, События. Родителям будущих первоклассников стоит поторопиться. В этом году прием заявлений на зачисление в школы стартует на пару месяцев раньше, в конце января. Причем подать заявление можно только в электронном виде. Как заверили в городском департаменте образования, мест в школы хватит всем. А только в областной столице в первый класс в сентябре пойдут более 12 тысяч детей. А во всей Самарской области порядка 34 тысяч. Шестилетний Дима умеет писать, читать и грезит о необычной профессии палеонтолога. В какой школе он будет закладывать фундамент знаний для будущих научных открытий, родители мальчика определились. В 70-е и к дому близко расположено и с будущими одноклассниками Дима уже подружился. Он уже ходит подготовительный, он уже освоился в этой школе, привык к учительнице. Я с ним разговаривала, говорю, может другую школу, но он не хочет, мы здесь останемся. Вроде так мы пообщались с родителями, они хотят оставить своих детей здесь. В этом году запись детей в первые классы будет проходить через интернет. Подать заявление родители смогут только в одну школу. Пошаговые инструкции, как заполнять электронную форму, есть на сайтах школ и городского департамента образования. К тому же во всех школах Самары сейчас проводят организационные собрания для мам и пап будущих первоклассников. Если же новый электронный подход к записи все же оставит вопросы, родители могут просто прийти в школу, где специалисты помогут отправить заявку. Еще одно новшество – прием документов. В этом году стартует в конце января. А зачисление в школы пройдет в две волны. До 30 июня будут сформированы классы из детей, живущих рядом с той или иной школой. А с 1 июля до 5 сентября будут зачислять первоклассник, которые школу выбрали не по территориальному критерию. Такой ранний набор, во-первых, позволит сдвинуть и сроки так называемой второй волны. Она тоже начнется раньше. У меня совет родителям, тем, которые не попали, например, в первую волну, постоянно отслеживать сайты образовательных учреждений, куда они хотели бы, например, попасть во вторую волну. И на сайтах обычно, ну не обычно, а в обязательном порядке будет объявление о второй волне. Через 7 дней после приема документов руководство школы издает приказ о зачислении ребенка. В Самаре прием заявок стартует в 9 часов 30 января. Электронная система, обещают, должна выдержать шквал заявок. А пока потренироваться в заполнении родители могут на тестовом сайте. А вопросы задать по телефонам горячей линии Департамента образования. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов, События. Сюрприз ожидал рабочих, реставрирующих здание на Самарской 95. Дом был построен в 1900 году. Когда-то здесь располагался ресторан-аквариум. В последние годы – театр юного зрителя. Когда реставраторы сняли слой штукатурки 1970-х годов, под ним обнаружили остатки дореволюционных барельефов в стиле модерн, чудом сохранившиеся. На них изображены женщины, напоминающие то ли древнегреческих мусс, то ли нимф. Учитывая, что кроме ресторана, а это было одно из самых известных увелеселительных заведений города, с цыганским хором и варьете, в аквариуме работал концертный зал. Тематические мотивы были вполне уместными. Вероятнее всего, барельефы заштукатурили в советские годы, когда здание занимала пионерская организация. Реставрация началась в конце прошлого года. После завершения восстановительных работ отреставрированные скульптурные элементы вновь будут украшать памятник архитектуры, в котором разместится областной театр кукол. Кстати, неуважительное отношение к памятникам отнюдь не отголосок коммунистического прошлого. Такое встречается и сейчас. К примеру, недавно установленный арт-объект «Рыбка» на бульваре Челюскинцев подвергся нападению вандалов. Неизвестные облили скульптуру розовой краской. И теперь непонятно, кто должен ее восстанавливать. Городские власти или автор скульптуры Анна Зорина, которая изготовила и установила рыбку на собственные деньги. Пожалуй, самое время ввести страхование арт-объектов. Правда, сначала разобраться бы с ОСАГО. Очередной рост тарифов по которому должен произойти к апрелю этого года. Страховщики просят Центробанк хотя бы о минимальном повышении на 20-30%, в то время как реальный рост, по их мнению, должен быть в 2, а то и в 3 раза больше. Смотрите новости экономики сразу после нашего выпуска. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Центробанк сообщает, что вклады населения в российских банках в 2014 году номинально выросли на 9,4%, а с исключением влияния изменения валютного курса снизились на 2,5%. Темп прироста клиентских средств за 2014 год составил в целом 25,5%, в первую очередь за счет роста на 56,9% депозитов юридических лиц. С исключением влияния обесценивания рубля, прирост этого источника фондирования составил 24%. Совокупная доналоговая прибыль российских банков в 2014 году снизилась на 40,7% до 589 млрд. рублей. В прошлом году прибыль составила 993,6 млрд. рублей. Основным фактором снижения прибыли в 2014 году стал прирост резервов банков на возможные потери, которые увеличились с начала года на 1,20,3 млрд. рублей или на 42,2%. Очередной рост тарифов по ОСАГО должен произойти к апрелю этого года. Страховщики просят Центробанк хотя бы о минимальном повышении на 20-30%, в то время как реальный рост, по их мнению, должен быть в 2, а то и в 3 раза больше. В противном случае из-за увеличения выплат по жизни и падения цен на нефть, ОСАГО окончательно потеряет свою рентабельность. Стесняюсь спросить, а почему страховщики хотят цены на ОСАГО поднять? Не потому ли, что не умеют нормально работать и чуть ли не треть выплат идет в судебном порядке? В Арабских Эмиратах ожидается падение туристического потока из России. В условиях финансовой нестабильности прогнозируется 40% сокращение. Правда, это касается бюджетных туристов, а премиум-класс, скорее всего, не будет затронут. По информации целого ряда независимых исследований, Россия по-прежнему лидирует среди генераторов туриндустрии Эмиратов, занимая место на равных с Великобританией, Соединенными Штатами и Германией. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1624 пункта. Среди лидеров роста – Мичел, Эон Россия, Интеррао, Мегафон и Русгидро. Аутсайдеры – Полюс Золота, Алроса, Магнит и Акрон. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. В ожидании итогов заседания Европейского Центробанка европейские и американские площадки закрылись в зеленой зоне. Ведущие индексы АТР сегодня утром также преимущественно росли. Котировки нефти остаются у отметки 49 долларов за баррель. Курс доллара на 22 января с 65,55 рубля, курс евро – 75,82 рубля. Цена нефти марки Brent – 48 долларов 97 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Скотти Рейнольдс досрочно покинет красные крылья. Зверинцева взяла золото на первенстве по бильярду. Полузащитник Шинника может стать игроком крыльев советов. Американский защитник Скотти Рейнольдс досрочно расторг контракт с самарским клубом «Красные крылья». Рейнольдс уже в четверг покинет расположение самарского клуба и продолжит свою карьеру в одной из сильнейших команд Турции – Бешикташе, выступающем в Кубке Европы. Скотти Рейнольдс – это не только настоящий профессионал, который своей игрой вписал яркую страницу в историю нашего клуба, но и игрок, обладающий замечательными человеческими качествами. «Безусловно, это потеря для нас, но мы пошли навстречу игроку в его желании перейти в клуб, который принимает участие в престижном европейском турнире», заявил генеральный директор «Красных крыльев» Андрей Третьяков на официальном сайте клуба. Бильярдистка из Самары, мастер спорта Анастасия Зверинцева взяла золото на первенстве России по бильярду. Первенство России в классе «Комбинированная пирамида» среди юношей до 18 лет и «Свободная пирамида» среди девушек всех возрастов и юношей до 16 лет проходила в Ростове-на-Дону. Зверинцева стала победителем первенства, завоевав золотую медаль в копилку спортивного имиджа Самарской области. Полузащитник шинника Игорь Горбатенко может стать игроком «Крыльев советов». Сейчас он проходит медобследование в Самарском клубе и, скорее всего, подпишет с ним контракт. Также сообщается, что помимо «Крыльев советов» Горбатенко интересуется Саранская Мордовия. В текущем сезоне 24-летний полузащитник участвовал в 21-м матче шинника в первенстве ФНЛ, забил 6 голов и стал автором одной результативной передачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова